все пошла запись допустим стоят два человека обоим по 60 лет и один имеет хороший иммунитет он спокойно стоит фуражки другой закутанные с палочкой уже подняться на пятый этаж не может почему иммунитет ослаблены чем ну разно чем то есть образ жизни какой так и здесь если у вас у дерева сильный иммунитет когда он получает свое время свое временное питание то что ему нужно сейчас для развития например я могу сказать так в общих чертах попроще допустим кальций да это тоже микроэлемент так вот кальций это дорога для всех остальных веществ то есть как по кальций как по дороге идет поступает остальные вещества и если вы превысите бор то он начинает блокировать кальций то есть просто знать как у нас говорят отадим больше кашу маслом не испортишь нет чуть больше дали все он блокирует кальций уже доставка не такая и уже видно дерево начинает менять листву поэтому здесь все четко должно быть свое время свой элемент и конечно не корневая подкормка то есть опрыскивание намного легче чем вносить это все перекапывая или полевая слейки поэтому вот жидкий комплекс и удобрения у нас там есть одна компания из москвы тоже мы долго выбирали я турецкую выбрал но дорого и у нас одна проблема на даже израильцы и израильские компании вошли но тут же делают подделки понимаете не отличив все точно так же поэтому мы напрямую стали нашли я вот нашел научно-производственное предприятие биосфера город уфа и из агры это москва мы берем там все что нам необходимо особенно фосфор потому что фосфор когда у вас почва не имеет плюс 12 он неподвижный совершенно а корню нужно а у нас сейчас последнее время что у нас что у вас большая разница днем может быть 24 а ночью плюс 6 поэтому вот этот фосфор жидком и жидкое комплексное удобрение мы даем по листу а то что одно время вдруг пошла мода а зола плюс это плюс перепревший перегной и там все есть и не нужно никаких комплексных удобрений была мода такая но это понимаете это вот какой-то дачник сказал вот и меня получилось но во-первых разные почвы везде разные почва здесь такая там уже лучше такая вот зала зала просто высшего то есть убирает поднимает у вас ph скажем так добавляет щелочь но если вы добавите больше щелочи то у вас огурцы сразу начинает светлеть лист то есть щелочь тоже блокирует все элементы у нас вот высоко щелочные почвы у нас 88 284 и поэтому мы не вносим удобрения в почву мы даем только по листу потому что когда повышается у нас калий высокой калийной почвы то у нас он калий все блокирует и еще одна интересная вещь если вы даете амафос или суперфосфат и вот этот фосфор не был усвоен в течение трех лет он переходит соль а когда соль он переходит соль и начинает и остальные элементы переводить соль начинается почва повышается засоленность это не соль поваренная поэтому надо очень осторожно поднимать щелочь особенно с залог так какое общее впечатление просто общее впечатление хорошее конечно я вообще удивился у вас так все растет все идет но это большой труд это большой труд это представляете как поднимать целину раньше поднимали целину вот у нас чабаны есть горах знаете зима там суровый зимы у нас сверху значит кругом семитысячники понимаете постоянно снега вот два метра и эти овцы то там застрянута тут волки и вот постоянно так и здесь эти волки заморозки до постоянно то там замерзнет тут тут вымерзнет тут здесь потом возвратные заморозки конечно этого то что вы сделали это впечатляет это впечатляет у нас хороший климат и людей хотят сажать я их давайте 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 рисуем перспективы а вы в таких условиях таких серьезных условиях у вас такой мы же выходцы откуда вот то что он повод дускобилов поздоровайтесь пожалуйста вот веке жена суббекистана или таджикистан раз вы киргизстан я железо ловичанин а выходе стоя из украины вот видите а осталось детство тоска по саду настоящая тоска вот результат а потом а потом вон они вот это все для них тимош ты найдешь эту сливу помнишь там где дом не достроены слева конечно это большая работа и я рад что ваш сын взялся очень трудно все хотят бизнес все хотят экономистами быть юристами а вот это то что кормит то что дает радость действительно жизни вот весной этот сад наверное представляю да когда все бело когда все красиво и белое розовое мы говорим про шину про железо у него диплом агронома работает сказать кем крановщиком на саенском альвине а у него потенциал какой и вот должны были умение невероятное это мой лучший ученик и что вы думаете его же место то не здесь теперь ажевки институте имени мичурина крайнем случае это самое барнауле в этом имени лисовенко огромный потенциал а ведь таких я у меня только учеников с пол сотни они никому не нужны но я здесь вас не поддерживаем потенциал это в этих институтах это хорошо потенциал на земле это еще лучше вот здесь потенциал должен быть ученых у нас много мы работаем с ними и постоянно работаем и мы на наук опираемся но земля есть земля и вот это радует что в темпе азивки так хватает здесь не хватает в чем дело поэтому радует что он здесь с вами вот у него тоже питомник ага крановщиком знаете как обидно но все равно он здесь как отцу обидно ничего ничего придет мечта работать на саенском львине крановщиком имея потенциал доктора наук это сейчас главный диплом то у нее есть агронома я даже у меня даже времени научную статью написать некогда и мне его жалко честно сказать я просто жалко садиться писать пока нет сказал потом посмотрим пока идет вот народ хочет сажать народ хочет знать мы по селам буквально ездим семинары где нужно спеть через перечко говорим на киргизском языке объясняем показываем берем выбираем несколько хозяйств там это проводим уже показательные обработки показательные обрезки и выкладываем потому что земля есть у вас тоже земля есть просто нужно искать те места где это хорошо растет использовать использовать природу